Называется это место Трэжер Маркет, то бишь рынок сокровищ. А народ вон уже грузится, понабрал себе мебели. Вот какая машинка есть, кайфово. Здравствуйте мальчики и девочки, у нас сегодня с вами поход на свалку. Гляньте какие диванчики, вы бы купили такой диванчик? Новенький, целенький, ну не новенький, вру конечно, но целенький, без дырочек. Красота какая, а! Гляньте, стол, только протереть тряпочкой и он ваш. За какие-то 10 баксов, наверное, сейчас посмотрим. 40, представляете, включая все стулья. 40 баксов за эту роскошь. Хотите газонокосилку? Да пожалуйста, сколько угодно. Каноэ, колеса. Непонятно что для машин. Бамперы, кенгурятники. Все это стоит копейки. Сейчас посмотрим, здесь не написано. Ну обычно 5-10 за колесо. Кресло, еще кресло. Строительные материалы, что тут только нет. Лыжи, хотя у нас нет снегов. Ракетки. Там газеба разобрана, ящики, велосипеды. Впереди двери. Что еще? Да тут есть все. Тут есть буквально все, что хотите. Чуть ближе рассмотрим велосипеды. У меня немного трясется камера, потому что я снимаю из-под полы. Не знаю, как тут со съемками, можно или не можно. Но думаю, для вас это не будет большой проблемой. Вон, кстати, строим материалы. А смотрите, велосипеды продаются без колес. Колеса можете купить отдельно. Стоимость этого всего... Ой, не вижу, здесь не написано. Обычно 10 долларов штука. Обычно. Это включая уже колеса. Почему их сняли? Потому что местные власти сказали, что нельзя целые велосипеды продавать. Ну, так как они непонятно в каком состоянии находятся. Может быть опасны для здоровья. Поэтому с них просто сняли колеса. И вы можете купить отдельно. Сами прикрутить. Это уже будет под вашу ответственность, а не под ответственность свалки. Вот смотрите, сколько здесь всяких материалов. Вот реально, реально. Одна вот такая вот плита может стоить... Ну, вот я знаю, что пластиковая, маленькая, совсем там метр на... Ну, на метр, грубо говоря, тоненькая. Стоит около тридцатки, тридцать баксов. В нашем строительном магазине. А здесь можно купить весь вот этот лот огромный. Ну, там за тридцать, за двадцать. Так что строителям здесь самое то. Я здесь, кстати, брал материалы для своего пруда. Очень выгодная штука. А он тоже желтенький впереди. Это оценчик. Когда набираешь кучку всего, подходишь к нему, и он оценивает тебе, сколько это все стоит. Солнечные панели, за двадцатку. Прикиньте, вот эта огромная панель, огромная, на крышу, за двадцатку. Пенопластовые хрени. Металлические конструкции. Вот, за 15 долларов штучка. Было 40, уценили на 15. Ну, это, смотрите, это наши доллары, австралийские, которые дешевые. Они дешевле, чем американские. Это получается 10 евро. Какая-то куча радиаторов от машин. Слушайте, за десятку, смотрите, покоцанный. Ну, будем считать, что новый. Кирпичи за 5 рублей местных. Вся вот эта толпа. Какая-то фигня. Еще одна фигня. Еще одна фигня. Клетка гигантская. Вот нашему попугаю бы. Ну, и так далее. Есть даже странного вида машинка. С этой стороны есть даже краски. Можно купить за доллар, за литр краску. И вот куча труб пластиковых. Что только нет. О, подстаканники новые. Круто, чтобы пиво не становилось теплым. Здесь всякие инструменты продают. Вот жалюзи есть. Но, правда, сейчас мало народу, вы видите, да. Здесь день плохой. Суббота. Обычно во вторник все выставляется. Вот, кстати, фары, гляньте, за 5 долларов. Фонари, вернее, задние. Поэтому сейчас мало народу и мало товара. Обычно здесь все ломится. Здесь есть что выбрать. А сейчас полки пустые. О, сковородка. Интересно. Посмотреть бы того, кто эти сковородки покупает здесь. The Dog House. Будка. Собачий дом в переводе. Аквариумы там есть. Клетки бывают. Вон, гляньте, аквариумов куча. Вон, даже непонятная вещь с лестницы. Я не знаю, для чего она нужна. Для совсем неимущих можно набрать себе посуду. Стоит она копейку. О, гляньте, сколько кружек. Ящики. Народ говорит, фу, покупать здесь посуду. В принципе, народ прав. Но, когда вы приезжаете, например, в отель, вы же то же самое используете. Да вас же пользовались этим всем огромное количество людей. Вот вам мебель. Смотрите, 10 баксов, да, шкафчик, комодик. А вот я, привет. Приходится на мобильник снимать. Понятное дело, что меня сюда не пустят. А я вот, видите, что набрал. Я вам потом покажу. Это для магазинов стенд. Тоже за копейки. Они очень дорогие на самом деле. Видите, как я вас агитирую. Приходите на свалку. А вот смотрите, ящичек интересный с ручками. Что ж там внутри интересно. И стулья, и катка с растением. Причем растение живое. Ковры. Еще мебелишка. Много-много разных. Так вот, я купил бамбуковые палочки в сад. И кучку алюминиевых таких штучек. Не знаю для чего. Я так, мужик-барахольщик, мне это пригодится. Так, 5 рублей еще в упаковке. Какая-то полочка. 2 доллара, 4. Мы здесь, кстати, своему попугаю покупали тележечку на колесах. Знаете, я так думаю, что здесь можно антикваром покупать себе экземпляры и продавать их за какие-нибудь бешеные бабки. А там, кстати, стоянка. Вон, посмотрите. Это одна, там вторая стоянка. Они бесплатные. И там еще за дорогой третья. Давайте еще один вид, пока никого нет. Здесь редко не бывает народу, поэтому... Сейчас уникальный случай, когда я могу снять... О, пылючку только вытереть. И оно ваше. А вон какие-то штуки упакованные. Сейчас посмотрим на них, что это такое. Что-то красненькое внутри. Смотри, это десктопы, то есть верхняя часть стола. Как это? Столечница. Вот, красненькая, красивая. По чем они? По 5 долларов штучка. Куда бы пивка? И на стульчиках можно сидеть, пить. Даже коробки есть пустые. А это пластмассовые столы. Вот он, стол. Видите, он раскладывается. Можно грузить в машину. Если торгуете где-нибудь на базаре, можете с собой возить. Ну и совсем барахолка. Подушки, картины, DVD, книги, обувь, сумки. Все, что хотите. Стулья, чемоданы, обувь, DVD, игры компьютерные, книги. А это вентиляторы шумят. Разгоняют нам тут жару. Здесь большой павильон. Его сейчас не видно. Он там внутри находится. Там огромное количество всяких вещей. Таких, которые боятся дождя. А вот эти полки. Это все такие вещи, которые менее боятся, скажем так, погоды. И здесь есть все. И удочки, и всякие пружинки, запчасти, и клетки, и двери, и лес, и трубы, и краски, и газонокосилки. Велосипеды, все, что угодно. Стиралки, всякие даже встречались, типа, кровати для инвалидов, больничные. Там ящики стоят для инструментов, большие фонари. Смотрю, он газовые нагреватели, зонтики огромные. Прицепы для автомобиля. В общем, все, все, что хотите. Детские вещи, коляски. Иногда новые вещи бывают. Иногда так себе. То есть можно выбирать. Вон там шлемы лежат, ракетки теннисные. Какие-то ботинки специальные. Коньки, стулья. Что еще? Да все, что угодно. На емкости. Там шкафы, вон мебель какая-то стоит. В общем, полно всего. Средства, вырученные от продажи этого барахла, идут на благотворительность. Вот еще одна свалка. Возле аэропорта, слышите, гудит самолетик маленький. Это у нас город Кабулча. У меня есть несколько видео про него. Но здесь есть такая свалочка тоже. Здесь, если у тебя остается лишняя краска, ты не хранишь ее годами где-то на полках. А несешь на свалку, и народ покупает кому надо. Мало ли, если подкрасить часть забора, например. Зачем в магазине целую покупать, когда можно вот за рубчик купить литр. Столы со стульями за копейки. Газонокосилки. Даже есть такая вот штучка за десяточку. Сел и поехал. Колеса. Иногда бывают шины прям новые. Вот, например, вот эту. Можно за двадцаточку купить вместе с диском. Можно понабрать леса. Можно понабрать готовых заборов. Все это, ну, от десяти до сто раз меньше стоит, чем в магазине. Всякие антенны тут спутниковые, паки. Ну, это такая вот крупная здесь. А там в павильоне дальше, там мелкие вещи. Велосипед можно купить от десяти долларов. Иногда бывают новые еще в смазке. Вот, допустим, блок кондиционера. Почти всегда это рабочие блоки. То есть, вот сорок долларов, пожалуйста. Это сколько? Двадцать шесть, двадцать семь евро. Лодки. Лодки там по сто долларов. Всякие самокаты. Типа у мотоцикла стоит. Он может быть где-то сто пятьдесят. В зависимости от состояния. Видел даже за семьсот. В очень хорошем состоянии. То есть, фактически, как секонд-хенд просто купить где-то. Вот, за тридцатку накрывашки крыши на пикапы двери. Тут что-то конец. Ну, тут уже осталось старье. Обычно с утра народ прибегает. И все это дело расхватывает. Все, что есть хорошее. А это уже так. Ну, вот, русскому человеку здесь, конечно, рай. По сто долларов лодочки. На эту цену не вижу. Вот на ту вижу сто. Непонятно. Ну, обычно они все одинаково стоят. Тачки есть. Можно тачку взять. Там, вон, дальше колеса. Сейчас посмотрим. Всякие барбекюшницы. Ну, вот за двадцатку, например, можно купить. Вот, двадцать пять, да? Грелка. Сколько же она стоит в магазине? Я не представляю. Долларов триста-четыреста. Четыреста пятьдесят, может, даже. Велосипеды по десять. Ну, это ржавые. Ну, хотя тут цепь только ржавая. Такие вот детские велосипеды целая куча. Домики. Вот домик сорок долларов. Тачки садовые по десятке. Горшки. Горшки от пяти центов за штуку. Да, в магазине они очень дорогие. А уж горшки-то пофигу. Они новые, не новые. Вот, самый большой стоит доллар. А в магазине до двадцати пяти. Колеса. Есть совсем хорошие. Есть так себе стерты. Вот, вообще, новые фактически. Диски всякие, газонокосилки. Там садовая. И здесь вот идут ряды еще. Целая куча всего. Унитазы, стулья, колеса. Сто долларов. Вот набор колес. Сто долларов. Четыре колеса. Цельные вместе с резиной. Со всеми делами. Резина в нормальном состоянии. Масса газонокосилок всяких. Ручных, электрических. По десять, по пятнадцать долларов. Звукоизоляция. Теплоизоляция. Какие-то баки. Вороны распевают. Вот еще газонокосилки. Такие триммеры. Вот, как орет ворона. Какие-то стекло, лестницы. Полочки. Все это за такую смешную цену, что просто вот три рубля лесенка. Гольфовые клюшки всякие. Такая вот штука. Для воды. Двери. Даже каски. В общем, на любой вкус. Лыжи. Ну, ворона там и скрипит, и пищит. Ну, и что такая у нас свалочка. Вот даже удочка есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok